Смерть Где твоя победа? Воскрес Христос, и ты низвержен. Воскрес Христос, и пали демоны. Воскрес Христос, и радуются ангелы. Воскрес Христос, и торжествует жизнь. Что может быть большим чудом, чем воскресение нашего Спасителя Иисуса Христа? Каждый год мы с замиранием сердца ждем схождения благодатного огня. Чтобы увидеть это великое чудо своими глазами, в храм гроба Господня приезжают десятки тысяч христианцев всего мира. И среди них герой нашего специального сюжета Григорий Пинкнович. Давайте вместе услышим свидетельство пасхальных чудес. Каждый год мы становимся свидетелем чуда схождения благодатного огня. Для православного человека побывать на Святой Земле и стать свидетелем этого события – большое счастье. Григорий Пинкнович много раз бывал в Иерусалиме и по работе, и для души, и видел своими глазами чудо схождения святого огня. А этот воск в его руке – как память, с чего начинается чудо. Опечатывают двустворчатые дверца кувукли или кувуклиона – часовни, которая построена над пещерой Воскресения Христова, над гробом Господним. Опечатывают вот такой печатью, которая по-гречески называется кустодия. Она вот такого большого размера. Привозится воск из Греции, и, как правило, над ним греки служат предварительно 40 божественных литургий. Печать ставят в память о том, как по приказу Понтия Пилата опечатали гроб Господня, закрыли камнем и взяли под стражу. Но этими действиями враги, сами того не подозревая, подготовили неоспоримые доказательства воскресения Христа из мертвых. Ежегодно тысячи паломников приезжают на Святую Землю, чтобы увидеть своими глазами схождение благодатного огня. А предвестники чуда – в сполохе света в храме гроба Господней. Примерно за час до схождения святого света стены храма гроба Господня, лица людей, иконы озаряются божественными зорницами, которые напоминают нам вспышки молнии или фотокамеры. На какие-то доли секунды вот эти вспышки длительнее, чем вспышки фото. В руках паломников красные пучки, в которых 33 свечи, такие же, как у меня в руках. У многих они самовозгораются в момент схождения благодатного огня. То есть происходит вот такое чудо. Не только на гроб Христов сходит святой свет, но иногда и вот он сходит в верующее сердце человека, который стоит в храме. Огонь за доли секунд распространяется по всему храму. Паломники передают его друг другу и тем, кто остался за стенами храма. В первые секунды пламя не обжигает, поэтому верующие омывают им лицо и руки, словно водой. Потому что первые мгновения он не имеет материальную природу обычного огня. И вот по воспоминаниям прошлых иерусалимских патриархов, они в момент схождения святого света даже не могли зажечь свои свечи от него, потому что он имел особую божественную природу. К лицу подносят, к бороде, и этот огонь никогда не опалял. Ни патриарха, ни даже простых паломников. Еще одно чудесное событие происходит в момент схождения святого света, когда патриарх в Кувуклии читает молитву. На стенках Кувуклии внутри и на самом трехдневном ложе образуется конденсат, капли мира. И когда патриарх выходит из Кувуклии, греческие монахи ватками собирают это миро и раздают паломникам. Христос воскресе! Татьяна Ягупова никогда не была в Иерусалиме. Ее заветная мечта – хотя бы раз в жизни съездить на святую землю и увидеть своими глазами схождение благодатного огня. А пока она каждый год смотрит трансляцию по телевизору и даже через экран из сотни километров чувствует это великое чудо. Каждый год чувство, когда сходит благодатный огонь, чувство необыкновенной любви к нам, Господа. Ну это же действительно чудо. Ну как так? Вдруг с неба сходит огонь. И когда видишь трансляцию, ты смотришь, что этот огонь не такой простой, как у тебя, например, от свечей. Это голубизна такая необыкновенная, небесная. Именно на пасхальной службе Татьяна впервые испытала чувство благодати. Это чувство невозможно передать словами. И вот я теперь понимаю, что Пасха для каждого из нас – это вот именно та благодать, которую мы можем испытывать. А самое главное чудо для Татьяны – это то, что Господь воскрес. Это было самое главное чудо на земле, которое могло вообще свершиться. И все это время Господь присутствует и на земле, и помогает нам, и хочет, чтобы мы поверили в это, чтобы мы поверили в это чудо, и чтобы мы все пришли к Нему. Христос воскресе! Наша жизнь в воскресении и бессмертие куплена очень дорогой ценой. Ее невозможно измерить, описать или с чем-то сравнить. Перед Пасхой в воскресении Христового было страдание. Страдание Господа нашего Иисуса Христа. Когда христианство появилось, оно изменило культуру человечества полностью. То есть до Христа человек находился в таком хаосе, тупике. Для отца Александра схождение благодатного огня – это еще одно подтверждение того, что Господь всегда рядом. Это чудо, которое не могут ни ученые, ни умы высокие понять, что же все-таки происходит. То есть это вне нашего понимания. Поэтому так же и здесь происходит, что нам надо потрогать, нам надо иметь, и нам очень хорошо это держать в руках. На Пасху чудо может случиться в каждом доме. Это радость и благодать. Мы готовимся постом, печем куличи, красим яйца. Кстати, во многих монастырях есть традиция – оставлять пасхальные яйца на следующий год. Да, они кладут из себя возле иконостаса и оптинские монахи. И они поразительны, что они в следующем году съедают это яйцо, которое было в прошлом, оно совершенно свежее. И вот они на год оставляют его, через год они уседают. Вот так вот, это не портит совершенно. Свежее, совершенно свежее. Только-только как бы его взяли. Христос Воскресе! На Пасху люди украшают свои столы множеством символов. Например, цыпленок напоминает о новой жизни, а красное яйцо – символ воскресения, символ Пасхи. Как из яйца возникает жизнь, так и мир заново родился через воскресение Христово. Христос Воскресе! Екатерина Подгорная, Михаил Юферов, Дмитрий Серегин, телеканал «Спас».